Деньги. Я поставила себе такую цель. Страх был, но страх ушел сразу же после того, как прошла первая свадебная съемка. Первый мой заказ, это были, до сих пор я помню эту свадьбу, Галина и Сергей Матковские. Они пришли от мужа. Муж на работе сликнулся, что жена фотограф. Они пришли к нам домой, мы договорились о встрече. Я врать не стала. Я сразу говорила о том, что я только начинаю. Это был 2010 год, начало 11-го. Я снимала тогда на Nikon D3000, у меня был китовый объектив 18-55, у меня была линза, вот полтинник. Я прикупила полтинник 1,4 и снимала в ночных клубах, снимала детей, сбегала, фотографировала свою Ясю, фотографировала ее. У меня, знаете, есть фотографии, где я в поле сижу, в поле с пшеницей, со вспышкой, фотографировала со вспышкой в поле пшеницы. Фотографировала своего ребенка, дружила, катала коляску, к примеру, там, да, дружила во дворе с девчонками. Допустим, в садик, пока водила своего ребенка, приставала к мамочкам, к другим и говорила, вот, пожалуйста, я не маньяк, давайте пойдемте. Ну, у нас, у меня был большой плюс в том, что я жила в маленьком городочке. Это поселок Гидраторф, Нижегородская область. У нас он очень маленький, если просто сейчас просто набрать Балахнинский район, поселок Гидраторф, сколько у нас там жителей, я не знаю. У нас там с правой стороны пятиэтажки, домов 10, и с левой стороны все, столько же. И частный сектор, то есть поселок маленький, все друг друга знают, как это говорят, что в одном конце пухнешь, другому знают. Вот, и я фотографировала детей, потом поступили какие-то заказы, не снимаете ли вы выпускные в школе. И я выпускную снимала, и фото, и видео снимала. Конечно, купила Sony, у меня такая Sony видеокамера была. Вот кто, наверное, знает, кто... Сейчас я просто знаю, что многие балахнинцы до сих пор на меня подписаны. Вот, фотографировала, потом стала снимать вот эту свадьбу. Сняла первую свадьбу, поняла, что не так все страшно. Конечно, боялась, я не понимала, я не знала, как это все делать, не знала, где стоять во время регистрации, что там какие-то... надо было там договор подписать, в какой срок сдавать. Так идет входящий вызов, но не буду отвечать. Вот, и пошел второй заказ, пошел третий, пошел пятый, но на то время я уже дружила с фотошопом, потому что до того, как я взяла вот этот первый заказ, я уже... я написала бизнес-план. Я про него часто рассказываю, написала бизнес-план. Государство давало тогда 58 800 рублей. Написала бизнес-план, продала свой ником, добавила вот эти деньги. Я стала индивидуальным предпринимателем как раз с того времени. И купила свой Кэнон... опять входящий звонок, ребят, сейчас, 2 секунды. Секундочку. Ага, все, все, отклонен. Наверное, банк. Банк звонит, мы просто на Тинькове тоже заводим реквизиты, чтобы удобно было оплачивать. Вот, перезвоню. Подвечаю... не подвечаю, расскажу хорошо, пока не буду смотреть, расскажу пока свою историю. И моя первая профессиональная камера, когда я пошла уже на эту свадьбу, на мотковских вот этих молодоженов, я уже пошла с нормальной камерой. У меня был Кэнон 5D Mark II и 24-105 объектив. Один-единственный, вот это была одна линза. У нас был форум фотографов, nn.ru. И там были такие злые бородатые дядьки, как их я для себя называла, потому что любые мои фотосессии, которые я выкладывала, например, там выложила, написала, ура, поздравьте меня, купила вот эту камеру, но для меня она, представляете, в 2010 году за 120 тысяч рублей. Конечно, меня никто не понимал, никто, ни родители не понимали, потому что жрать было нечего. Да, я как бы не хочу сейчас, это в книжке уже все прочтете, там было очень много всего печального. Но меня тогда поддержал мой муж, вот сейчас мой муж Сережа, вот, он сказал, что я в тебя верю, у тебя все получится, да, давай. И мы взяли, я старалась уже потом, знаете, я уже потом делила, кому говорить, кому не говорить, потому что то окружение, которое было рядом со мной, что-то так это, секундочку, так у меня входящий звонок и этот. Боюсь нажимать, но идут входящие звонки без конца, сейчас, наверное, сейчас нормально, да? Вот, вы, знаете, как, наверное, научилась на своем собственном каких-то, вот, мы очень часто делаем какие-то движения вперед, вот, и мы понимаем, что кто-то тебя поддерживает, кто-то не поддерживает. И со временем я поняла, что я бьюсь об стенку, я бьюсь, ну, даже родители в тот момент никто, ну, не поддерживали, не поддерживали. То есть я старалась даже никому не говорить, сколько стоит моя камера, чем я там занимаюсь, да, и я просто ночами сидела фотошопила, настолько мне это все нравилось. Я ни в коем случае не думала, что спустя 10 лет, ага, представляете, я где-то заглянула в будущее и подумала, что через 10 лет у меня будет работа мечты, я там буду летать в блогерские туры, в пресс-туры, да, за которые мне будут платить хорошие деньги, или я там буду собирать мастер-классы, или жить в Майами. Мне никто не дал вот этого будущего карты, я ее не видела. Вот, но мне тогда до мурашков, меня трясло, мне очень хотелось, очень хотелось фотошопить, очень мне нравилось это дело, и я помню, что муж засыпал, часто про это я тоже говорю, как мы это говорили, лайкнуть мужа и бегом бежать снова к компьютеру. Мне это доставало такое удовольствие, доставляло, да, я включала параллельно какой-нибудь фильм, добрый какой-нибудь дневник памяти, или какие-то стихи осадовая, и постоянно просто фотошопила. Очень много фотошопила, я от этого кайфовала. И методом тыка, вот вы спрашиваете, чем училась, не было тогда ни Ютуба, не было Гугла вот этого какого-то, нет было вот этих уроков, то есть, возможно, что-то было, но поделиться, знаете, чтобы найти какого-то специалиста, который тебе четко все расскажет. Методом тыка я училась, да, у меня была фотография, я помню, что это был мой... Сейчас просто хочу рассказать дальше, возвращаюсь обратно. Работала еще в сфере автобизнеса, я на протяжении 7 лет работала в сфере автобизнеса, и когда сидела в автосалоне, у нас очень часто я продавала машины Шкода поначалу, потом я шла в Тойоты, в Лексусы, и у меня было очень много времени свободного, сами понимаете, что в сезон, к примеру, в Шкодах не было внедорожников, и люди приходили, может быть, в неделю зайдет кто-то, да, в зимний период и выйдет из автосалона. У нас были постоянно на телевизоре одни и те же фильмы, то есть мы должны были прокручивать только одно кино. Вот, естественно, стоял принтер, сканер, то есть вся остальная ерунда, и я когда-то взяла, отсканировала фотографию мамы и решила ей подписать мамочка с днем рождения. Я открыла фотошоп, для меня это было что-то новое, то есть он просто стоял у меня на рабочем столе, то есть был вот этот ярлычок. И я подписала, и что-то стала понимать, что можно убрать какие-то мешки под глазами, что можно где-то там деформировать тело, можно, допустим, что-то подкрасить, и вот методом тыкать, туда тыкала, сюда тыкала, и все как-то вот у меня, знаете, потихонечку не сразу, далеко не сразу это все получалось. Сейчас намного круче, сейчас намного время ушло далеко вперед. Сейчас, если вы хотите, стоит только, вот знаете, стоит только захотеть. Вы сейчас, вот просто многие жалуются, что сейчас сложно, сейчас сложно войти в рынок, несложно, ребят. Тогда тоже было сложно, тогда нихрена не было информации, вот так вот я вам скажу. Вот, это все по крупицам, никто не делился, не было этого ничего. Я помню, что меня гнобили на этом форуме, вот на Энене, про который я сказала, я выкладывала какие-то свои фотокарточки, вот как раз у меня там была первая серия, я взяла подругу, вообще все можно найти, все можно, если вам интересно, я вообще могу все это показать. Я выкладывала все эти вот эти первые картинки свои, Танюшку я подругу фотографировала, красотка с длинными ногами, блондинка, очень красивые глаза, и мы оделись в стиле кантри, но были такие джинсы у нее короткие, рубашка такая клетчатая, мы пришли на конюшню рядом с моим домом и фотографировали, и мне писали, горизонт завален, что-то смотрят в край кадра, куда-то там, ребята, я вообще не понимала, я не понимала ничего, я помню, что я со слезами вылазила с этого форума, и вот эти вот мужики-буродачи, один написал, ну ты и дура, купила вот 24-105, лучше бы ты фикс купила, я не знала, кто такой фикс, вот тогда, понимаете, не знала еще, что такое фикс, и я давай там рыть везде информацию, никто ничего не подсказывал, у меня не было такого, были, конечно, фотографы в нашем городе, но я стеснялась подойти и спросить, слышь, ты, на что ты снимаешь, как это мне сейчас пишут, без здрасте, без всего, да пожалуйста, я расскажу, мне не жалко, потому что я сама через это прошла, вот, и, ну в общем, так у меня пошли, так у меня пошли вот эти вот мои съемки, я методом тык и проб ошибок пыталась сделать красиво, я не знала, что снимать надо в RAW-ах, я снимала вот на свой 24-105 и на Canon 5D Mark снимала в JPEG-ах, первые свои два года я снимала только в JPEG-ах, я знала уже, потом услышала, что, я же, конечно, в ЗАГСе там подхожу, со всеми знакомлюсь, я общительная, коммуникабельная, подходила, спрашивала, мне говорят, Ир, ты в RAW снимаешь, и я не знала, кто такой RAW вообще, что это такое, я снимала, вот у нас есть такой режим, зеленый прямоугольник, то есть авторежим, я тупо снимала два года в авторежиме и в JPEG-ах, понимаете, конечно, я уже понимала, что есть такой RAW, но меня пугали, как бы, меня пугала неизвестность, меня пугали какие-то страхи, а вдруг я сейчас наснимаю свадьбу в RAW-ах, что я потом с ними буду делать, как это конвертировать, я какая программа, куда крутить какие ползунки, я вообще, меня, меня очень много пугало вот в этом всем, но это был огромный, такой жесткий, хороший, классный опыт, сейчас вот я из любого JPEG-а, то есть я понимаю, что можно, вот когда говорят, что нельзя из JPEG-а вытянуть небо, если его нельзя, я его офигенско вклею, то есть вот мой вот этот двухгодичный опыт, когда я ковыряла методом тыков с JPEG-а, то есть, ну, как бы, знаете, все, наверное, все приходит со временем, вот, и я стала снимать свадьбы, свадьбу стала снимать активно, городок маленький, как я вам сказала уже до этого, городок маленький, реклама включилась стремительно, потому что мне хотелось делать хорошо, мне хотелось делать идеально, мне хотелось делать лучше всех, и не от того, чтобы, знаете, у меня, еще раз говорю, у меня не было цели, чтобы какого-то, добиться какого-то пафоса, стать каким-то признанным человеком, экспертом, да, я об этом тогда не думала, мне просто хотелось сделать хорошо, чтобы люди были счастливы, чтобы мне это нравилось, а мне очень много не нравилось, мне не нравилось, как, ну, к примеру, я заходила на фотографии уже других коллег, да, и смотрела, что у них, к примеру, там все размыто на заднем фоне, я сидела, размывала на заднем фоне по гауссу, то есть по 24-105, ну, представляете, вот контур по голове, да, я вот это все выделяла задним фончиком и делала размытие по гауссу, я не понимала, почему у меня не получается так у кого-то, как у кого-то, да, потом со временем я стала понимать, что надо купить другой линзу, купила уже 85-1,2, купила второй фотоаппарат, вот тоже Марк II, и муж со мной уже на 24-105, он бегал со мной на свадьбу, как вторым фотографом-ассистентом, он снимал на Canon 5D Mark II на первой и на 24-105, а я уже снимала на такой же Марк II на 85-1,2, то есть я делала художественные снимки, он снимал, он снимал репортаж, он был классный репортажник, и всегда большой жирный плюс, вы на свадьбу, вы не можете, сколько бы вы камер на себя не повесили, вы не сможете быть в одну и ту же секунду в двух разных местах, и я поняла, что это жирный плюс, когда есть со мной ассистент, есть человек, с которым можно лишний раз поговорить в машине, когда ты едешь, либо, к примеру, допустим, я снимала там сборы невесты, он уехал на сборы жениха, я снимала, допустим, в парке, где-то снимала молодоженов, он в это время снимал гостей, ну, в общем, знаете, какой-то вот этот алгоритм работы, он сложился сам с опытом, но я стала понимать, что через два года цены мы стали поднимать быстро, потому что ребята, ну, как бы люди видели, когда ты издаешь хороший продукт, когда ты открыт ко всему миру, когда ты сам позитивно настроен, готов проработать, и в твоих интересах, как фотографа, проработать красивую программу, то есть маршрут составить, предложить какие-то места, люди заинтересовывались вот в работе, но я стала понимать, что через два года я очень сильно себя сожгла, как фотограф, потому что у меня стоимость на услуги я поднимала, у меня было 8 тысяч свадебная съемка, ребята, вот просто помашите мне ручкой, кто вообще из моих старых клиентов, кто здесь тоже есть, я снимала, у меня есть невеста одна, Саша, вот я сегодня, возможно, постараюсь в сторис рассказать про нее, я снимала им свадьбу, и сейчас вот спустя время она ко мне обратилась, у них проблемы с ребенком, с сыном, то есть они сделали вакцинацию, и я об этом в сторис расскажу, хорошо, то есть вот я дружу очень часто со своими молодоженами, сейчас вот буквально недавно делала, пыталась прямой эфир с Настенькой, с моей невестой, которая занимается визажом, вот, и для меня всегда проблема была, ну не проблема, для меня меня расстраивали, когда мои молодожены расставались, то есть это я все принимала на свой какой-то собственный, ну, жизнь она такая, что, представляете, я снимала 80-120 свадеб в сезон, в какой сезон, в месяц, да, то есть, ой, нет, в сезон, в сезон у меня 10, да, сори, 10-12 в месяц было, то есть я снимала и большие, и маленькие, то есть, представляете, у вас там, если пятница, суббота, пятница, суббота, пятница, суббота, то это 8 свадеб, еще на недельки, к примеру, там, в среду я брала, там, маленькую двухчасовую, к примеру, там люди просто в возрасте шли расписываться, им надо было только прогулку по городу, да, к примеру, вот, у меня свадеб было очень много, цены я поднимала 8 тысяч рублей, там, 12, 15, 18, но я столько набрала заказов, что я просто, вот через эти 2 года я не хотела быть фотографом, я снимаю за 5, у меня было, знаете, из-за чего, не из-за того, что я, мне надоело фотографировать, не из-за этого, из-за того, что я понимала, что я не справляюсь, я стала понимать, что меня люди дергают, мне хочется сдать красиво, а они уже пишут, Ира, когда будет, и мне хочется сделать им быстренько, я пишу, ребят, я работаю, но у меня моих ресурсов не хватало, то есть я... М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м